В Петербурге барыня, рассердясь на свою крепостную девку, посадила ее голой задницей на горячую плиту. Ты дьяволом подмечен! Конечно! Вот это одна из самых счастливых детских площадок в нашем городе Петербурге. Вот такое чисто прикольное, но сейчас бы его просто реально откровенно обвиняли бы в русофобии. Всегда поражался, как можно так долго сидеть на картах. Ларетки – это средняя стадия между курдизанками и грозетками. In your head, in your head, зомби, зомби! Царство небесное нашей прекрасной ягодки Крембелес. Мы ходили с вами здесь давным-давно, еще года или два или три назад, и сегодняшний маршрут мы практически будем повторять, за исключением того, что он будет дополнен и немножко переделан в конце, и рассказывать о тебе будет совершенно просто другое. Федор Михайлович, наш, так сказать, ему с кисточкой, неподалеку здесь умер. И сегодня мы, у нас вторая часть классики без соплей, в данном случае про Тургенева, где этот Аскер. Сейчас мы дадим денежек прекрасной исполнительнице с розовыми волосами. Возьмите за хорошее пение вам, да, все для вас. Во-первых, мы закончим тему сексом. В произведениях Тургенева, заметьте, тут потихонечку развалы-то возвращаются. Я в 90-х тут как раз хаживал неоднократно, книжечки покупал, но тогда это все было вдоль собора. Дело в том, что про ссору Тургенева с Толстым я уже говорил в своем выпуске, где я ходил таким зайчиком. А сегодня я расскажу вам про ссору очень жесткую Тургенева с Достоевским. И для этого нужно вспомнить, что у них была разница где-то, по-моему, 5 лет, и Тургенев, отлично, Достоевского, всю свою жизнь, в общем-то, жил, как он сам признавался в таком достаточно буржуйском режиме. И когда Федор Михайлович выпустил свой первый хит, «Бедные люди», Тургенев, безусловно, захотел с ним познакомиться, и Достоевский писал своему брату буквально следующее. «С первого раза привязался ко мне такой дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богат, умен, образован. Я не знаю, в чем природа отказала ему». Природа ему отказала в счастье с любимой женщиной, как мы знаем, по ее роману с Полиной Виардо. Но об этом Достоевский тогда знать не мог, собственно, как тогда еще не мог знать об этом и Тургенев. Проходит какое-то время, и, значит, Достоевский приходит на один из вечеров, на котором присутствовал и Тургенев, и он там был непосредственно главой салона. И там они рассказывают какие-то шуточки, прибауточки. И в тот момент, когда над удачной остротой все засмеялись, входит Достоевский. Он, как человек мнительный, но он уже тогда страдал подучей, хотя называл это еще для себя пока не очень серьезной болезнью. Он решил, что это про него. И вышел моментально. И когда Тургенев спохватился, спросил, а где, собственно, Федор Михайлович? И ему сказали, что он уже час гуляет по морозу с непокрытой головой. Тургенев вышел на улицу, и Достоевский сказал, что, знаете, вот меня все время бесят, меня все время расстраивает то, что все надо мной смеются, куда бы я ни приходил. Тургенев начал его уверять в том, что это неправда, что никто над ним не смеялся, но Достоевский в своей мнительности ему не поверил. Ну, вот это непосредственно известный музей в Кадричном переулке, мемориальный музей-квартира Федора Михайловича Достоевского. О, боже, сразу пахнуло моими дискотеками в пионерских лагерях. Девочка с колоночкой, да, и не сгазывай, шуточки за 300 пошли, чтобы... Да, ой, какая фигня. Ну, здесь у нас вместо замечательного произведения изобразительного искусства теперь у нас голая стена. У меня миллион фотографий здесь сделано, как я ходил экскурсию, как я водил экскурсию, да, и здесь оно было написано, нарисовано. Сейчас мы пропустим группу товарищей и продолжим наш путь. В общем, вот эта вот кондрашка с ветерком, как называл Федор Михайлович свою болезнь, она, конечно, доставляла ему немало хлопот, но он стеснялся рассказывать о ней, поэтому... О, тут у нас человек, объевшийся сахара или соли. Сахар, соль, да. Соль, и соль, и сахар, да. И сахар, и соль. Но вот запомните этого персонажа, потому что мы сегодня будем говорить про каталепсию. Вот яркий пример этого. Если успеем, конечно же. Ну, так если объезд определенных веществ, то, конечно, будет колбасить еще не так. Вот они, наши прекрасные разрывальщики клумб и всего остального. Какой чудесный песик. Добро и свет. это же прямо It's me baby. Добро и свет. Да. Зафотографируйся. Я думаю, вас задалбали все. Ничего страшного. Давайте. Быть приятно. только не было этих. Давайте на желтом фоне. На желтом фоне. Да, давайте. Как вас зовут? Меня зовут Павел. Чем занимает, меня любит. Я занимаюсь экскурсией перевожу. А собачку так как зовут? Филимон. Филимон? Филимошечку. Аччч. Давайте. Так, чтобы видно было. Не, лучше. И то, что вы прям сливаетесь со всем хорошим все. Да. А как этот панк подняется? Загуглите Павел Перец в любом пасковике, все найдете. Да, да. Я специально не рассказываю про этот антураж, потому что размещу ссылку, где мы реально ходили. Я акцентировал внимание на всех вещах. Единственное, что мы будем смотреть, как может быть изменился тот или иной антураж здесь. В общем, уже определенные трения между ними происходят. Дальше Достоевского представили некой красавицы Синятской, он зашел и увидел обомлел буквально и упал в обморок. Его вытащили, облили одеколоном, но он больше не возвращался в этот светский салон. Вот это вечно. Проснись, не сдавайся и прочее. «Начни, проснись» и так далее. Ну и наконец, Федя написал свое следующее произведение «Двойник». Они собрались на читку у Билинского. Он прочитал половину произведения, решили сделать перерыв. И в итоге Тургенев встал, сказал, что у него неотложные дела и вышел. Ну и действительно там было такое жесткое разочарование по поводу того, что съехал Федор Михайлович с темы обо всех страдальцах на какую-то романтику. А это, конечно, с точки зрения Билинского было «Гори в аду, а! А! Никоновский, видите, дом? Еще раз давайте его рассмотрим. Дом пряник. Уход Тургенева с читки его произведения вместо тысячи слов говорил о том, что не зашло. И поэтому Достоевского это не только очень сильно расстроило, он очень сильно вообще уже тогда начал точить зуб на Тургенева, потому что он считал себя, конечно же, гением, а тут вот, видите, такой конфуз. Нарастает, нарастает это трение, и Некрасов с Тургеневым пишут на Достоевского эпиграмму. Вот на фоне всех этих его обмороков, на фоне его мнительности, на фоне того, что Федор Михайлович собирался сажать в асфальт алюминиевые огурцы. Немножко мы с вами в сцену криминальную зацепили. Видите, пламенной культуры Достоевский милый пыщ на лице литературы ты вскочил, как новый прыщ. Ну и вот это уже был предел. Вот тут смотрите у нас очень мне нравится как сделано в Флоренции. А вот этих кстати цветочков не было. Да, это вот они попытались этот прекрасный двор немножечко благоустроить. Не воняя, да, да. Затем Достоевский заезжает по делу Петрашесов понятно куда. Когда он откинулся, он первое, что он бросился читать новые произведения Тургенева, они ему зашли на самом деле очень хорошо. И затем когда он уже был женат своим вторым браком на Ане Григорьевне с Ниткиной, они выехали в Европу и смотрят поиски по ищут люди ищут. ищут но не могут найти парня какого-то лет двадцати трагедия. Трагедия. Им хочется вот так вот стоять как соль и сахар, но у них не получилось. Все эти изразцы большие молодцы. Правда, я говорю? Да. Так, мы идем с вами туда, на бывшую грязную улицу или Николаевскую на улице Марата. Значит, Достоевский в пух и прах проигрался на рулетке, так что там бедная Анечка закладывала свои вещи. Он попросил в Висбаде не было дела, он попросил у Тургенева денег. В принципе, сумма небольшая, но Тургенев все равно прислал ему в два раза меньше, хотя мог бы отдать. то есть, уже в этом сказывается какая-то очень странная между ними история витязь горестной фигуры. Да, я сказал пламенной культурой. Ну, в общем, это витязь горестной фигуры, да, первая строчка. Остальные все так оно и было. Тургенев сам действительно про себя писал, что он, живя в Европе, он стал обленившимся буржуем, это прямо цитата, а Достоевский там пашет за себя, за своего покойного брата, за долги, которые от него остались, за, значит, его детей, его жену достаточно требовательные, ну, и, в общем, живет в долгах, как в шелках. и, сейчас я вот найду просто вот эту цитату. Значит, здесь мы начинаем касаться темы, о которой мы сегодня будем говорить. Тургенев был самым таким ярко выраженным западником, да, в Российской империи, противостоял себя словнофилам, и вообще, забегая вперед, в Бесах есть такой персонаж Кармазинов, это микс на самом деле, ну, Кармазинов, понятно, намек на Кармзина, потому что, будучи, вроде как, прозападным человеком, прекрасно оправдал крепостное право, но на самом деле черты ему признаны как раз Тургеневским. И Достоевский начал ему предъявлять претензии в том, что Тургенев отрекается от России, от Христа, потому что Федор Михайлович на каторге и в ссылке на поселение случился переворот духовный, он веровал очень глубоко и надолго, и вообще стал дико монархическим, промонархическим человеком. Тургенев ему возражал, что мы должны ориентироваться на Европу прежде всего, и Достоевский, ну, это цитата из его письма. Неужели мы так же мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния с детским ужасом? А, нет, извините, это цитата из дыма, это мы потом, это мы потом. А вот, секундочку, сейчас я найду. Да, кстати, забыл сказать, что когда еще был жив брат Достоевского, и они издавали журнал Эпоха, то Федор очень хотел заполучить повесть призраки от Ивана Сергеевича, ну, надеясь на коммерческий успех, и когда этого предприятия, и когда Тургенев прислал эту повесть, Достоевский между, так сказать, ними сказал, что, ну, повестюшка не очень Тургеневу удалась. Самому Ивану Сергеевичу он об этом, конечно, не сказал. Не спасло это, а мы же сюда идем. Не спасло это в любом случае журналы, его прикрыли. И вот самый большой клинч состоялся у них 28 июня 1867 года. Значит, Достоевский пришел к Тургеневу, и свидетелей этой встречи не было, и мы знаем о ней по описанию двух лиц, Достоевского и Тургенева. И, значит, если верить Тургеневу, Достоевский ему вот приводят фразу «Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». Это перефразированная фраза, на самом деле, одного из героев Дыма, из-за которого потом Тургенева очень сильно прилетала, и мы об этом поговорим. Он обвинил Тургенева в атеизме, значит, то, что тот ругает Россию и так далее, и что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога и неминуемая цивилизация, что попытка русизма и самостоятельности свинство и глупость. Он говорит, что пишет большую статью на всех русофилов и слонофилов, я посоветовал ему для удобства выписать из Парижа телескоп. На вопрос Тургенева зачем ему телескоп Достоевский отвечал «Отсюда далеко, вы наведите на Россию и рассматривайте нас, а то право разглядеть трудно». Ну и понятно Тургенев ужасно рассердился. Вот здесь одна из самых прекрасных высоченных арок. Ну и в общем Достоевский уже собирался уходить, но Тургенев восстановил и говорит, то есть Достоевский сказал, что все немцы они вообще обманщики и плуты и свиньи. Говоря так, говорит Тургенев «Вы меня лично обижаете, знаете, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца и не за русского и горжусь этим». Ну дальше мы дадим слово Ивану Сергеевичу Тургеневу. Во-первых, надо сказать, что, конечно, фигуру Сазонта Потугина, которого пытался цитировать Достоевский, не нужно прям напрямую сравнивать с Тургеневым, там, это все-таки выдуманный персонаж, но многие, когда читали его речи, которых я потом коснусь, конечно, думали, что это прям именно Тургенев. Вот мы подошли к этой мемориальной доске, которую мы выделили с вами неоднократно. Значит, в прошлый раз я рассказывал про Некрасова, который здесь жил, потому что именно сюда принесли повесть, ну, Григорович принес повесть «Бедные люди» Достоевского, он жил тогда на углу с Графским переулком, а нас интересует, конечно, низкая, низкая, самая низкая подпись, что в 55-60-м года здесь жил писатель И.С. Тургенев. Про Чернышевского мы пока говорить не будем, это отдельная песня. Тургенев утверждал, что Достоевский пришел ему вернуть долг, но при этом нифига не вернул и заявил «Ваш роман подлежит сожжению от руки палача». Значит, когда Тургенев попытался осведомиться, значит, а с какого вершинского он так заявляет, кто-то сказал, что вот из-за нелюбви к России и неверии в ее будущее. Ну, и дальше Тургенев говорил, что я, естественно, не стал с ним спорить, будучи осведомленным, ну, и зная вообще о поведенческой модели Достоевского и, в принципе, не обладающего собственными умственными способностями. Это так он говорил про Федора Михайловича. Прикиньте, вот если бы они сейчас там, ну, в батлах, да, да, то я думаю, там риторика бы была совсем другая и, возможно, на самом деле, она и была совсем другая. Просто как бы это в письмах, так говорится, пойдем сюда. Затем, в августе 67-го года, значит, был такой журнал, «Русский архив», его редактировал Петр Иванович Бартенев. И он получает копию письма Достоевского Майкову, где вот описывается эта сцена разговора с Тургеневым. Сколько я здесь хожу, вот эта картина не меняется, вот эти папки в окнах, но и вот эти прекрасные тюлевые занавесочки мои любимники. ну, хрен с ними, неважно, вот здесь вот, видите. Письмо было анонимное, и оно говорило, ну, то есть там сообщалось в этом письме, что нужно вот это, его напечатать для потомков спустя 30 лет. И естественно, Тургенев об этом узнал, потому что Бартенев ему сообщил, и Тургенев, для Тургенева не было никакого вообще сомнения, как это письмо попало. Ну, скорее всего, сам Достоевский прислал. Вот это одна из самых счастливых детских площадок в нашем городе Петербурге, а это один из самых красивых закутков с прекрасной конструкцией в виде сайдинга. Вот здесь как раз, мне кажется, и нужно рассказывать про то, как Раскольников старушка-то топором замочил. Да. В общем, Тургенев попросил естественно не печатать это письмо, но оно было напечатано в 1902 году и вызвало определенный резонанс, естественно, и в литератургической среде, но и вообще, в принципе, среди зандаков. Попытка примирения между Тургеневым и Достоевским случилась в Москве в 1780 году, когда был установлен памятник Пушкину, и когда Достоевский толкнул свою знаменитую речь по этому поводу, но окончательного примирения так и не случилось. В общем, все сложно, да? Все сложно. Я думаю, что обкладывание мужскими половинами органами это было бы полбеды, если бы они сейчас у нас тут были живы. Но это вам так на зубок, на заметку пока предварительно. Мы с вами возвращаемся к произведениям Ивана Сергеевича Тургенева. Значит, у него в ряде произведений встречается определенное слово, которым тогда обозначали представительниц женщин с пониженной социальной оценкой, или как это да, сейчас это принято говорить. Не написано в этот раз тут ничего? Нет, в этот раз тут ничего не написано. Тут иногда всякие смешные надписи бывают, но их периодически замазывают. Самые даже насурмленные, набеленные фигуры парижских лареток не нарушали общего впечатления ясного довольства и ликования. это отрывок из романа Дым, где описывает Иллиновь. Я уже сам в них запутался, я прочитал все романы Тургенева, и у меня немножечко все смешалось. Так, Литвинов, это из какого романа? Ну-ка, друзья, подскажите мне. Тебе напишут. Да, ну, вам проще, вы можете сейчас загуглить, и такие, как санта-герской литературы дописать, как это всегда делают. Да, ну, ладно. Обратите внимание на слово ларетки. Значит, во Франции, я вообще хочу сказать, что я сейчас, поскольку ознакомлюсь с творчеством Эмиля Золя и Жорж Санд, вообще на тему Жоржа Санд поссорились как раз именно Тургенев-Найтер с Толстым в свое время, я об этом говорил, когда мы были возле дома Имзина на Большой Камешиной улице. Вот Узоля и Усан все прямым текстом. Проститутки названы проститутками. У нас в русской литературе, я вот уже на примере Гончарова рассказывал или на примере Тургенева в предыдущем выпуске, вот как-то, понимаете, все туда ходят, более того, проститутка легализована, кстати. В Российской империи оказалась она гораздо более прогрессивной в своем развитии, чем все остальные. вот, да ладно, закрыли, а, его закрыли, ну и хрен сам, ну и не больно-то и надо. Как этот мемчик, помните, про котенка, который, ну и не надо, ну и не надо, вот это вот. Ларетки, это средняя стадия между курдизанками и грезетками. Куртизанка, это, ну вот, как на-на, да, у Эмиля Золя, это такая высокопоставленная дама, я имею в виду по рангу проституции, у нее очень богатые клиенты, она живет в хорошо обстановленной квартире, вообще, в общем, у нее все хорошо. Грезетки, от слова грези, грей, грейзе, грей, это, грей, это серый, серый цвет, грейзет, серый цвет платья, работниц, и которые занимаются проституцией, вместе с работой, то есть они работают, а в свободное время занимаются проституцией. А ларетка, это промежуточная стадия, Нотр-дам-де-Ларет, это церковь в Париже, возле которой, кстати, я несколько раз жил, поскольку она находится в районе двух вокзалов, в самом чернушном, поэтому там дешевые отели. Там эти вот ларетки в основном тусовались. Поэтому, когда мы встречаем слово ларетка, нужно сразу понимать, о чем идет речь. Это вот я процитировал Тургенева, а сейчас я обращусь к Ивану Ивановичу Панаеву, о котором мы еще поговорим, потому что это одна из ключевых фигур в деле классиков Бесопли уже про Некрасово, потому что там у Панаева была жена, соответственно, Авдотья, ну и, в общем, там было небольшое ата-та. Вот, уютный, практически, гееробский дворик. Посмотрите, как все хорошо здесь. Маскараде дворянского собрания, маскараде дворянского собрания, это вот про него, кстати, поэма Лермонтова находился на Невском проспекте, где малый зал филармонии, там проводили эти маскарады. Я хотел было подвести моего иногороднего друга к Арманс, чтобы примирить его несколько с петербургскими камелиями. Арманс француженка и, несмотря на то, что образованная немного выше Луизы, умеет бросать пыль в глаза своей болтовнёй и поддерживать разговор. Она очень весела, жива и находчива на ответы. Она может принимать на себя какие угодно роли, разыгрывать недоступную даму и вдруг превращаться в самую разгульную очаровательную ларетку. Панафис ещё здесь употребляет слово камелия, но это уже пошло после романа Дюма Фиса, Дюма сына Дюма с камелиями. По поводу Арманс Напоминаю вам отрывок из романа Гончарова «Обрыв», когда источники иссякли, он изредка в год раз, иногда два сделает дорогую шалость, купит бриллианты какую-нибудь Арманс, экипаж, сервиз, ездит к ней недели три, провожает театр, делает ей ужины, зывает молодёжь, а потом опять смолкает до следующих денег. Вот это как раз типичное обхождение тут даже уже не ларетка всё-таки, а куртизанка. Видите, у нас в России немножечко наградации были смещены, но я напоминаю, что на сервиз он мог потратить там пять тысяч рублей, а Обломов тоже самый полторы тысячи тратил в год на квартиру. Ну или дальше. Две ларетки обедали за вторым столом с каким-то престарелым младенцем в лиловом парике. Если бы мы сейчас писали, то как бы мы писали? Две эскортницы вместе с папиком. А здесь две ларетки с каким-то младенцем в где она? Младенцем в лиловом парике. Престарелым младенцем. Или дальше. Тит Бендасов с виду шумный бурж, а в сущности кулак и выжига. Вратите внимание, сколько слов, которые мы сейчас не употребляем. Выжига, да? Паричам террорист по призванию квартальный друг российских купчих и парижских лареток. Лысый, беззубый, пьяный, явился он весьма красный и дряной. Вот смотрите. Друг российских купчих и парижских лареток. Ну то есть он в Париже ходит к лареткам, а здесь в России значит кому? Купчихам. О-ля-ля, неужели жены сугубо сто процентов православных купцов отдавались каким-то титам бендасовым? Ну вот, пожалуйста, прямым текстом написано, ну как прямым. Немножечко завуалирано, но все понятно и так. Дальше он описывает вот наших юных, молодых людей, которые попадают в салоны как раз уже к высокопоставленным французским блядям. Сейчас мы здесь перейдем улицу и пройдем здесь, вот здесь как раз мы начинаем менять маршрут, потому что здесь мы пойдем другим двором, мы пойдем другим путем, не тем, которым мы ходили в тот раз. Самые даже ларетки удивляются благоговейному трепету, с которым наши молодые степники, степники это имеется ввиду борчуки, которые вот из степных районов и из Примолжья, входят в их позорную гостиную, почему позорные, потому что они занимаются позорным промыслом, но этим позорным промыслом все пользуются. Боже мой, думают они, ведь это где я у самой и дальше идет название вот этой процесса ларетки на французском. Ну или дальше вот Литвинов разговаривает со своим корешем и говорит вам весело, вам приятно, а мне здесь хорошо, и я сюда учиться приехал, но это не мешает мне видеть хотя бы подобные штучки, он указал на двух проходивших лареток. То есть он, конечно, учится, но о штучках не забывает, потому что одна определенная штучка в его штанах не дает ему о них забыть. Да. Дальше описывается вот разговор как раз среди русской тусовки на этом Баденском курорте. Потом немного пофилософствовали, каснулись польского вопроса. Что такое польский вопрос? Это вопрос Пусечка моя, зайка, ты смотри, как он отлистался хороший. Саид, пусечка сисечкой, традиционная картина. Польский вопрос это очередное было восстание, ну и соответственно давать свободу Польше или не давать. Потом приступили к рассуждениям об игре, о ларетках, ну то есть поговорили о политике, поговорим о бабах. Принялись рассказывать скандальные анекдотцы. Наконец разговор завелся о том, какие бывают силачи, какие толстые люди и какие обжоры. Мы идем налево. Вот сюда. Ну и дальше описывая опять-таки курорт. Тут были наконец и рьяные, но застенчивые поклонники камелий. Рьяные, но застенчивые. То есть перевожу опять-таки с литературы на русский. Я хожу к бледям, но я этого стесняюсь. Да, и как бы я в этом не признаюсь никому. Светские молодые львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими бекенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы. Молодые львы, которым, казалось, ничего не мешало быть такими же пошликами, как и пословутый французский говорун. То есть это светские львы, имеется в виду высший свет, ходит наш петербургский, оказавшийся на водах, но тем не менее ходит камелиям, клареткам и так далее. Еще раз процитирую Панаева, уже другой его отрывок. Пикник этот, как я слышал, на другой день действительно удался. Все самые ценные петербургские камелии участвовали в нем. Туалеты их были блистательны, кринолинные юбки поражали своими размерами. Дамы эти, несмотря на их изящный вкус, любят немного преувеличивать моду. Ну, у нас бы сейчас назвали это кичем, да, то есть немножко, ну, вот как вот она идет, у нее такие губы, у нее вот это все там, но сейчас уже, сейчас не Дольче Габана, сейчас в основном там, что Баленсиага, да, вот Дольче Габана выместилась Баленсиагой, да, то есть вот все у меня. Ну, а вот тогда у них пышные кринолины и юбки и все такое прочее. Едем, соответственно, дальше. Да, давайте посмотрим, я немножко остановлюсь о том, что Баленсиага поведения по технике безопасности, хорошо? Ой, неужели, техника, здравствуйте, здравствуйте, да. Вы на крыше, что ли, идете? А? Вы на крыше, что ли, идете? Понятно. Техника безопасности. Я очень люблю задавать вам, когда мне задают, Павел, вы проводите экскурсию по крыше, говорю, это незаконно. Такая пауза. Ну, а если... Ну, все нормально. А, ну, она снимается. Да, но, то, что незаконно, но чуть-чуть, то можно. Вообще, я вам даю лайфхак. Хотите, вот, на крышу, идите в лофт этажи. Хорошая оборудованная крыша стоит, по-моему, 150 рублей. Ну, или есть просто сейчас крыши, которые можно снять, там, на час. Это стоит тоже каких-то подъемных денег, и у вас все будет хорошо. То есть, вам совершенно не обязательно заниматься таким вот экстремизмом, как это у нас здесь принято. Ну, и дальше. Значит, Литвинов, главный герой, он в свое время еще в Москве познакомился с девушкой Ириной, которая его кинула через одно место, потому что он был нищий студент, она вышла в итоге за прекрасного офицера Ратмирова, представителя высшего света, ну, и вот погрузилась в этот высший свет. Потом этот высший свет ей немножечко, ой, смотри, а там фотосессия, ну, GoPro, конечно, шли сватят, там какие-то тоже ангелы с черными крыльями, в общем, одни сплошные крыши, бьютифульно, перфектно и все такое прочее. Вот. Ирине этот высший свет осточертел, и у Литвинова при этом своя уже невеста, вроде такая вся хорошая, прекрасная, простая и так далее, но вот эта Ирина приезжает на воды, они встречаются, он обернулся, у двери закутанная в черную мантилью стояла женщина. Ирина воскликнула, он и сплеснул руками, она подняла голову и упала к нему на грудь. Два часа спустя он сидел у себя на диване, чемодан стоял в углу, раскрытый и пустой, на столе посреди беспорядочного и разбросанных вещей лежало письмо от Татьяны, только что полученное Литвиновым. Татьяна – это его невеста. Что же случилось за эти два часа? Пропуск. Провал в памяти у Ивана Сергеевича Датургенева, но забегая вперед, мы можем понять, потому что... В тот же вечер он послал записку к Ирине, а на следующее утро он получил от нее ответ. Днем позже, днем раньше, но это было неизбежно. Что, сука, это? Это? Что? то, что они опустошили чемоданы, да? Я вам напоминаю, что она замужем, да? И, соответственно, ну, это... Адельте – это то, что, ну, не могло быть в дворянской среде. Что вы, что вы? Там люди купали мягкие, мягкие, мягкие. Литвинов. От прежнего душевного строя не осталось ничего. Недавние неизгладимые впечатления заслонили собой все остальное. Появилось какое-то небывало ощущение сильное, сладкое и недоброе. Эх! Это называется «Сейчас включу порнушку», и у меня появится... У меня сильное, сладкое, недоброе ощущение этому предшествует. Ну, вот, опять-таки, вот это отличие от французской литературы, где все прямым текстом, а здесь вот у нас это какое-то ощущение у него, вот это вот все, вот этот лабудень. Аристократическая цветочница не пошевельнулась. Да и с какой стати было ей подходить к господину без перчаток в запачканных плисовой куртке? Ну, вот это к вопросу о том, что без перчаток ты не мог появиться в приличном обществе. Более того, эти перчатки лайковые должен был носить не только на улице, но и, в общем-то, даже не столько на улице, сколько в помещениях. Человек без перчаток это было примерно как сейчас человек, ну, не знаю, в церкви в Головном оборе, допустим. Ну, или вот как раз, когда они еще были молоды, Литвинов забежал студентам к Ирине, и она... У вас еще перчатки классные. Да, спасибо. Очень оригинальную спасибо большое. Они не правы, потому что буквально недавно мне там просто, я не знаю, у меня иногда залетают мои видео в какие-то странные рекомендации и там начинают... Да нет, ладно петушары, петушары это хрен с ним, это все понятно, да, петушары это вот одни комплексы. Я скоро побреюсь, вот заяви-ка мне, сука, что я петушара, да? Нет, это вот это... Ну что за идиотский костюм, как можно... Ну, вроде как рассказывают интересно, но вот... Ой, блин... Иди в жопу! Отвечу тебе, так сказать, как Иван Сергеевич Тургенев сказал Федору Михайловичу Достоевскому. Здесь жил Билинский, которого... Говеная букашка, или как его потом Достоевский называл, но это другая тема нашей беседы. Я вам хочу показать другую мемориальную доску, относящуюся непосредственно к теме нашего сегодняшнего рассказа. У вас нет перчаток? С расстановкой проговорила она и тотчас же прибавила Фи, какой вы студент! Да, то есть вот он такой забежал к ней без перчаток. Ну и вот сейчас я вам приведу цитату не из как бы Тургенева, а Владимира Федоровича Адоевского. Это не такой, может быть, известный сейчас писатель, как Тургенев или там Достоевский или Толстой. Мы, собственно, кстати, подходим вот к мемориальной доске. Несмотря на то, что здесь основной акцент сделан на пребывание здесь Ивана Николаевича Толстого, жил-то он здесь в гостях у кого? У Ивана Сергеевича Тургенева, да, там вот, да, видите, в 54-56-м годах жил писатель Эстургенев. И вот как раз в 55-м году Толстой к нему приехал сразу, вот он с поезда поехал в баню, а потом приехал сюда. У нас было два стабилизатора, две GoPro, несколько зарядных устройств, одна просто палка, потому что хрен знаешь вообще, что тебя ждет в этой жизни. Но вот вроде, видите, все работает. Возвращаемся, да, речь она шла про Адоевского, дневник его за 1859 год, январь. В Петербурге барыня, рассердясь на свою крепостную девку, посадила ее голой задницей на горячую плиту, так что бедную отвезли в госпиталь. Но на одном бале я говорю Донзасу, что такого рода печатание опаснее всех возможных печатаемых статей, а это было опубликовано газете. Донзас стал утверждать, что это происшествие ложное. Кстати, подошел оберполицмейстер граф Шувалов, который подтвердил это происшествие еще тем, что он сам был наследствием. Помещица Архангельская стекла девку свою из ревности к мужу по детородным частям, а еще есть антиэмансипаторы. Антиэмансипаторы это те, кто против значит отмены крепостного права. Она подергивается? Не, не должна подергиваться. Ну что, будут у нас дерганные кадры. Да, да, будете страдать, мучиться. Все страдали? Я хочу, чтобы все страдали. Но не только должна страдать бедная девка, которую стекла помещица Архангельская. Да, да. Нет, это другую посадила, да, другую посадила. Она тоже страдала? Она тоже страдала, да. Слушайте, нет, она как-то дергается совсем плохо. Да, сильно дергается. Ну что, на палку, на палку-копалку. Ну что, как в крепостном праве будем просто с палки снимать. Два стаба полетели в тартарары. Вот это да, вот это да. Вот это чисто, вот это чисто прикольно. Давай. Чисто она прикольная. Чисто она прикольная, чисто такое, вот такое чисто прикольная, но чтобы так. Ты, блядь, ногу выставить, куда ему на шее ее закат? Ногу быстро. Вот так, вот, вот все, видишь? Вот так вот, нормально. Вот так вот, она сейчас все скажет, как надо. Аня, все. Аня, пониже. Еще пониже. Аня, Красавчик. Спасибо, спасибо. Непосредственно на причале, непосредственно на причале. Непосредственно на причале, все, зацепил, зацепил, сейчас даст, получит маленький, маленькую эту, денежку. ой, мои друзья, ой, рок-н-ролл, что же у тебя с лицом-то, дружище? Ты, ты дьяволом подмечен. Конечно. Сайка били. О, хотел сегодня под Сайка, на самом деле, косой сделать, иракест, но не успели просто. Следующий раз сделаем, как раз последний будет. И, ой, улетела простыня, да. И я к чему, что Ратмиров, муж этой Ирины, он весь такой себя светский-присветский, давай здесь вот пройдем, светский-присветский, и весь из себя такой гвардеец-прегвардеец, аристократ-преристократ, и вдруг у него там, ну, определенные эмоции к нему на лицо заскочило, эмоция к нему заскочила на лицо, это я очень хорошо сказал. Всякое подобие изящества и слетело с его лица. Подобное выражение должно было принять оно, когда он засекал белорусских мужиков. То есть, одной рукой мы пьем шампанское, а другой мы подписываем приказ или даем команду засекать крестьян, которые вот не очень соглашаются с политикой главенствующей партии. Здесь раньше, я не знаю, как сейчас, наверное, тоже работает. Здесь газетный отдел, куда я ходил еще в интернетную эпоху, и у меня тогда украли велосипед, и, ну, поскольку, естественно, это государственное учреждение, туда с велосипедом нельзя, и там ты его никак не привяжешь. Я его пристрочил, короче, вот к водосточной трубе цепью, которую было не срезать, разломали водосточную трубу. Посреди белодня, кстати, это было будний день, тут стояла пробка. Вот этот дом, девятнадцатый дом Урусовый, здесь располагалась одно время редакция газеты «Современник», куда, кстати, Тургенев ходил. Ну, и Толстой тоже заведовал этим всем, конечно, Некрасов. Вот тут они, видите, выложили такую плиточку, ну, в смысле, плиточку булыжничек. Я всегда спрашиваю, почему булыжник орудия пролетариата? Да вот почему. То есть ты берешь, вот и все, и орудие у тебя в руках. Ну, то есть вот к вопросу, да, и то, что Тургенева возмущало, то есть ты вот весь такой из себя светский, и при этом со своими крестьянами как с рабами расправляешься. Дает на характеристику некто Пищалкин, идеальный мировой посредник, человек из числа тех людей, в которых, может быть, точно нуждается Россия, а именно ограниченный, малознающий, бездарный, но добросовестный, терпеливый, честный. Мне кажется, это очень точная на самом деле характеристика Тургенева, какие люди нужны нашей стране. Он тупой, да, ограниченный, малознающий, тупой, еще раз, бездарный, но добросовестный, терпеливый, честный. Все. Идеальный человек, действительно. Я бы еще добавил, безинициативный и, как следствие, не в состоянии принимать какие-то кардинальные решения за себя и за других. Или вот, Литвинов заглянул в карету, в ней сидел человек средних лет гемороидальной комплексии. Это что такое гемороидальная комплексия, да, то есть имеется в виду, у него фигура была такая, как будто он страдал геморроем. Ну и, наконец, мы переходим вот к этой теме, где Тургенев в разных своих произведениях либо напрямую, либо какими-то окольными кивоками, он, ну вот, сейчас бы его просто реально, откровенно обвиняли бы в русофобии. Допустим, отцы и дети. Николай Петрович, ну это, собственно, отец Кирсанова, помещик, познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тама назад, ему пришлось ночевать на как постояло в дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты свежей с постельного белья. Уж не немка ли здесь хозяйка? Задался он вопросом, потому что, конечно, постояло и дворы гостиницы в России, это был просто трэш. И первое, что ему пришло, уж не немка ли. Но, как выяснилось, это была не немка, а вполне себе вот русская девушка, на которой он, собственно, и потом женился. Или дальше вот разговор Арсения с Базаровым. И добрые мужички надуют твоего отца всенепременно. Знаешь поговорку «Русский мужик бога съест?» Вот я, кстати, такой поговорки не знал. Оказывается, такая была поговорка. Я начинаю соглашаться с дядей, заметил Аркадий, «Ты решительно дурного мнения о русских». А надо сказать, что в романе там между «Кто-то потерял обувь». Мы идем сюда, в фонтанный дом. Между братом вот этого Николая Петровича, его старшим братом Кирсановым и Базаровым там постоянно шли склоки, стычки, да, такие идейные споры. Да, так она до 22 октября. Но надо бы сходить, конечно. Очень хорошая выставка, говорят. Я начинаю соглашаться дядей, что ты решительно дурного мнения о русских. Эко важность, говорит Базаров. «Русский человек только тем и хорош, что он сам себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два четыре остальное все пустяки. И природа пустяки, и природа пустяки в том значении, в каком ты понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Вот это, кстати, тоже такая концептуальная история про Базарова. То есть, это примерно в Пандану по дальнейшему выражению Корбузье, что дом-машина для жилья. А вот у него, значит, природа-мастерская, а человек в нем работник. Это была такая фраза, как я сейчас помню, в которую можно было и нужно было прибегать во время сочинений, которые ты писал на тему отцов и детей. Вот здесь вот герб, кстати, Шереметьевский расположен. Так. Ну, а дальше вот уже приводится отрывок непосредственно спора этого брата Николая Петровича с Базаровым. Базаров. «Народ полагает, что когда…» Ну, то есть, тут Базарова обвиняет, что он русский народ оскорбляет. «Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья Пророк, а в колеснице по небу разъезжает. Что ж, мне соглашаться с ним? Да при том, он русский, а разве сам я не русский?» «Нет, вы не русские после всего, что сейчас сказали. Я вас за русского признать не могу». «Мой дед землю пахал, с надменной гордостью отвечал Базаров. Спросите любого из ваших мужиков, в ком из нас, вас или во мне, он скорее признается отечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете. По поводу говорить с ним мы еще тоже поговорим. Говорить-поговорим. А я ему говори-говорю, а он мне говорит-говори. Вот еще один отрывок из другой оперы. Аркадий, ничего не отвечая, постучался в дверь номера. Молодой слуга в ливреи ввел обоих приятелей большую комнату, мобилированную дурно, как все комнаты русских гостиниц. Вот опять-таки, да? Ну и там такая тоже помещица Одинцова молодая, с которой потом у Базарова что-то там зарулилась. Оказалось, что Одинцова не теряла времени в уединении. Она прочла несколько хороших книг и выражалась правильным русским языком. Это большое достоинство для русского дворянина выражаться правильным русским языком, потому что не всем оно было дано. Почему? Обращаемся к роману «Дым». Это такое главное произведение, которое Тургеневу потом прилетало очень сильно, ну и от Достоевского в том числе, с чего мы начинали сами. Литвинов тотчас признал их за русских, хотя они все говорили по-французски, но именно потому, что они говорили по-французски. То есть он видит группу людей в Европе и сразу вычитает, что они русские по их французскому языку. Потому что дальше вот идет, например, такой диалог. Но что делает некий Верде, почему он не пришел? Восквикнула одна дама с теми для французского слуха нестерпимыми протяжными ударениями, которые составляют особенность великороссийского выговора. «Ах, вуй, ах, вуй, месье Мерде, месье Мерде» простонала другая родом прямо уж из Арзамаса. То есть они, короче, ужасный прононс. Ну, они там, может быть, говорят там типа не «Бонжур», 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 «Жем апель Поль», «Живе де фэр», «Юн экскурсион прорву» «Ожурдви». Да, например, так. Да. Или вот Ирина говорит Литвинову и по-русски можно с ними говорить, хотя дурным языком, да русским, и не этим вечным, приторным, противным, петербургским, французским языком. Обратите внимание, вечный, приторный, противный, петербургский, французский язык. То есть здесь, в столице Российской империи, принято было говорить на приторно-французском языке, а не на русском. Ну и вот Литвинов, когда видит эту тусовку, вот они там на пикних выехали под Баден-Баденом, он, ну, как бы автор Тургенев пишет от лица главного героя. И хоть бы капля живой струи под всем этим хламом и ссором, какое старье, какой ненужный вздор, какие плохие пустячки занимали все эти головы, эти души, и не один только этот вечер занимали их они. Не только в свете, но и дома, но и все часы и дни, во всю ширину и глубину их существования. И какое невежество, в конце концов, какое непонимание всего, на чем зиждется, чем украшается человеческая жизнь. То есть, ну, здесь это вот прощая немытая Россия, примерно в этом духе. То есть, он пытается обличить вот эту праздность, тупое абсолютно времяпрепровождение, и неискренность, и циничность вот этого великосветской вот этой тусовки. Дальше. Там был такой еще господин Коломейцев. Жетон «Андуаль сюх леземер сэжунец». Воскринку Коломейцев стащил правую перчатку, перчатку стащил. Короче, бросим, ну, немножко прикроем эти ошибки молодости. Госпожа Сипягин опять слегка прищурилась. Она немного пококетничала своими удивленными глазами. А, нет, Сипягин и Коломейцев это не дым. Извините, это новь. Я тут, да, я тут просто понадергал цитаты, откуда они не отмерли. Да, это же, извините, это новь. Да, да. Не суть. Да, ну, в общем, да, в принципе, не суть. Семен Петрович, промолвала она. Позвольте вас спросить, зачем вы это, говоря, по-русски употребляете так много французских слов. Мне кажется, что, извините меня, это устарела манера. Зачем, зачем? Не все же так отлично владеют родным наречием, как, например, вы родным наречием. Я прекрасно владею родным наречием. У меня замечательное произношение. Я хорошо артикулирую слова и я говорю на хорошем русском языке. Я говорю деверь. Я говорю, правильно говорить, вообще, деверь. Ну, я вас не заставляю. Калидор, да, Калидор, да, и так далее. Что же это за девушка идет? Такое, да. Ну, что, может, пустишь нас к себе сняться, нет? Нет, хрен там был, да. Да, снимались мы вчера там в доме на тележной по соседству, где был этот, ну, адрес народовольческий, где их накрыли там Гесси Гельфман и саблен там застрелился. Но это отдельно. Спасибо. Это очень приятно. Да, вот это офигенная вещь. Слава богу, не замазана никем до сих пор, да. Вот, можете прочитать автора по всем инстаграммам разошлась. Ну, мы находимся вообще во дворе театра на Литейном, потому что сейчас мы выйдем на Литейный проспект, но ладно, бог с ним. Да, что касается до меня, то я признаю язык российский языком указов и постановлений правительственных. Я дорожу его чистотую, перед крымзиным я склоняюсь, но русский, так сказать, ежедневный язык, разве он существует? Ну, например, как бы вы пересказали мне восклицание сетамо? Ну, то есть, дословно, вот это слово, ну, то есть, вот это он сказанул, вот это вот круто сказано, да, я не знаю. Я бы сказал, это удачное слово, удачное слово, Валентин Михайлов, да разве вы не чувствуете, что в семинарии какой-то запахло, всякая соль исчезла. Да. Этот пассаж мы пропустим. Ну, и вот дальше мы приступаем уже к непосредственно роману дым и всегда поражался, как он же так долго сидеть на картах. Вот так вот. Встал. Хочу компанию составить, а он встал. Ну, ладно. Да что меня пугаться-то? Вот этот самый Сазонт Потугин, искаженный, цитату которого Достоевский выставлял в качестве претензий Тургеневу заявлял, например. Ну, вот с ним спорят Литвинов, но постойте, Сазонт Иванович, ведь посылаем же мы что-нибудь на всемирные выставки, и Европа чем-нибудь запасается у нас. Да? Сырьем, сырыми продуктами. 19 век. И по балтическим волнам за лес и сало возят нам. Ничего не меняется. Ну, то есть, там идет речь о том, что мы ничего не даем Европе, а вот все-таки Литвинов пытается доказать, что-то происходит, что-то даем. И вот дальше такой спич, например. Тут такой господин Вега, этот Сазонт Потугин говорит, музыкант, я, говорит, конечно, ничего, я нуль, потому что я не учился, но у меня, например, больше мелодий и больше идей, чем у Мейербеера. Ну, во-первых, я скажу вам, зачем же ты не учился? А во-вторых, не то, что у Мейербеера, а у последнего... давай. Давай. Можно последнего флейтейщика, скромно высвистывающего свою партию. Как зовут тебя? Меня зовут Павел. 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 Его зовут Павел. Меня зовут Павел. Все. Спасибо. Чем занимаешься, Павел? Экскурсии вожу. Красавчик. Красавчик. Все, короче. Итак, под хэштегом не только телочки. Да, в первую очередь заметь, не телочки. Да, в первую очередь заметь, не телочки. Ну, не девушки, да уж. Я всегда это, конечно, говорю с саркастическим оттенком, если вы не понимаете, потому что попробуйте сказать не только телочке где-нибудь в эфире CNN. Это будет конец вашей карьере раз и до всегда. Это дворец Юсуповый, который, кстати, тоже мелькал в одной из наших проходок. Мы, в принципе, приближаемся к финалу нашего прохода, потому что я хочу закончить в садике, где бюст Некрасову. Ну, и, собственно, сделать такой мост, поскольку Некрасов с Тургеневым, безусловно, были одним из главных коллабораторов по теме современника и так далее. Но я предлагаю все-таки зайти вот в тот двор, в котором, наверное, мы когда-то были, я уж не помню, снимал я его, не снимал, но под же случаем давайте я его покажу. Да, во-вторых, не то чтобы у Мейербера, а у последнего немейского флейтщика, ну, имеется в виду флейтиста. Скромно высвистывающего свою партию в последнем немецком оркестре двадцать раз больше идей, чем у всех наших самородков. Это прям нормально, да? Только флейтщик хранит про себя эти идеи, не суетиться с ними вперед, а у отечественных Моцартов и Гайдонов, отечественных Моцартов и Гайдонов, а наш брат самородок трень-брень, вальсик или романсик и смотришь уже руки в панталоны и рот прозрительно скривлен, я, мол, гений. И в живописи то же самое и везде, то есть это прям вообще, то есть передвижники нафиг, да, все остальные нафиг, да, мы сюда идем, мы пойдем другим путем. Слушай, по-моему, я его снимал, я столько понаснимал проходок, что, честно говоря, я уже, ну, так, извините, это меня начинает слать фотки сегодняшней я замьючу. Я не помню, честно говоря, по-моему, нет. Ай, хрен знает. Короче, во-первых, здесь есть фонарь сангалишный, да, вот, посмотрите внимательно, здесь есть бренд, Франц Карлович сангали, СПБ, это человек, который изобрел батарею, ну, об этом написано у меня непосредственно в путеводителе по Невскому проспекту и его двор находится, ну, то есть, на Литейном проспекте есть сад его бывшего завода. Да, на Литейном проспекте. Этот сад почему-то называется Сан-Жермен. Ну, я их не знаю, может, там это назвали советский диссидент, ну, не диссидент, а такие маргинальные советские элементы. Вообще, конечно, это больше сравнивается с полироялем в Париже, ну, может, просто они в Париже не были, поэтому, потому что Сан-Жермен это предместье бывшее, и оно названо по, вот, там раньше был монастырь, остался такой собор. Монастырь, кстати, печально известен, потому что там мочили священников во время французской революции. А здесь, да, действительно такой архитектор хренов залепил такой курдонер, даже не курдонер, это такое замкнутое пространство. Тут, видите, у нас фонтан сейчас фонциклирует вполне себе, да. Ну и тут есть вот чудесная решеточка, к которой мы сейчас подойдем, такой намек, а я, так сказать, буду продолжать. Неужели не пора нам сдать в архив это щеголяние, этот пошлый хлам вместе с известными фразами о том, что у нас на Руси никто с голоду не умирает, и езда по дорогам самая скорая, и что мы шапками всех закидать сможем. Вот эта история про шапками всех закидаем, это точно. Лезут мне в глаза здоровитостью русской натуры, с гениальным инстинктом, с кулибином. Да какая это здоровитость, помилуйте, господа, это лепетание, спросонье, и не то полузаметная сметка, инстинкт. Ну вот, понимаете, это достаточно жесткая история. Здесь у нас такой непрозрачный намек на егоровское, фельтоновское творение под названием «Шотка летнего сада». Здесь вот еще дополнительный дворик. Ну и самые жесткие его проходки по всем этим историям. Кто же вас оставляет принимать зря? Ну то есть его спрашивают «Что же нам надо все копировать?» или так далее. Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно. Стало быть, вы соображаете, вы выбираете, а что до результатов, так не извольте беспокоиться. Вы только предлагаете пищу добрая, а народный желудок ее переварит. Возьмите пример хоть с нашего языка. Петр первый, ну дальше, короче, он говорит о том, что Петр наводнил наш язык иностранными словами. Это правда. Голландскими, французскими, ну в основном, конечно, французскими. Слова эти выражали понятия, с которыми нужно было познакомить русский народ, не мудрство и не церемонясь. Петр вливал эти слова целиком ушатыми бочками в нашу утробу. Сперва точно вышло нечто чудовищное, а потом началось именно то переваривание, о котором я вам уже докладывал. Понятия привились и усвоились, чужие формы постепенно испарились, язык в собственных недрах нашел, чем заменить. И теперь ваш покорный слуга, стилист, весьма посредственный, берется перевести любую страницу из Гегеля, даст из Гегеля, не употребляя ни одного неславянского слова. То есть он намекает на том, что в общем-то в русском языке не так много родных слов, и когда вы делаете перевоз немецкого, вы практически используете иностранные слова. Ну и дальше самое жесткое, как бы, самый жесткий пассаж. Здесь, кстати, в свое время, вот в этом корпусе располагался после революции комитет, который заведовал всеми театрами, и его взглавляла Любовь Андреева. Любовь ее, по-моему, звали Андреева. Короче, вот эта жена любовницы Горького, из-за которой Сава Морозов с ума сходил. И когда... А тут тебе это название государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов музыкального цикла. Господи боже мой. Музыкальная школа, короче. Тутти. Так. Посетил я нынешней весной Хрустальный дворец возле Лондона. Хрустальный дворец, это в середине 19 века, это было просто срыв башки, то есть это было здание, построенное из стекла и бетона. Из стекла и железа, извините. Из стекла и металла. И, конечно, на фоне вот этих всех кирпичных и прочих штукатурных зданий, это было просто срыв башки. Ну и плюс там выставлялись достижения вот этой английской промышленности, там, станки и т.д. и т.п. Вот он так и получил название кристального. Есть такая английская футбольная команда называется Crystal Palace. Она сейчас, кстати, играет в премьер-лиге. И, в общем, Crystal Palace это именно отсылка к этому самому кристальному дворцу. Здравствуйте. Я тоже умею делать фичные. О, городской театр. А что у вас за театр, ребятки? Я умею делать. А что у вас за театр? Городской. Спасибо, Кэп. Он так и называется, да? Городской театр. Я, предполагаю, здесь идут спектакли. Да, хорошо. Видите, как я угадал. Спасибо. Городской театр. Так. В этом дворце помещается, как вам известно, нечто вроде выставки всего. Ну да. Ну, срассказывал, я рассказывал мимо всех этих машин и орудий и статуй великих людей и подумал, я в те годы, если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должна была исчезнуть из хрустального дворца все то, что народ выдумал, наша матушка Русь православная провалилась бы тогда в тартарары и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная. Все бы спокойно осталась на своем месте, потому что даже самовар и лапти, дуга и кнут, эти наши знаменитые продукты не нами выдуманы. Вуаля. То есть, если бы Россия закончилась, то ничего бы не случилось. Это вот, ну то есть, вот эту длинную фразу, помните, Достоевский, он ее немножко по-другому Тургеневу предъявил в самом начале. Едем дальше. Какая романтичная аллейка. Видите, как приятно сюда зайти, да, посидеть, там, вокруг машины ездят, а тут такая тишь, гладь, фонтан струит, ночной эфир струит зефир. Да, мы тут не выйдем. Но если только перелезать, а мы перелезать не будем. Ну, смотрите, какие прекрасные клумбочки. Не, но я-то здесь почему-то все время оказывался не летом. Я в какие-то там то межсезонья, то есть фонтана не было, это все и так нацело активно, а сейчас тут прямо огнище. Старые наши выдумки к нам попали с востока, новые мы с грехом пополам с запада перетащили. И все мы продолжаем толковать о русском самостоятельном искусстве. Иные молодцы даже русскую науку открыли. У нас, мол, дважды два, тоже четыре. Да выходит оно как-то байчи. Ну, как вам, извините, такое, да? То есть, это же реально можно... Да, с одной стороны, безусловно, это литература, это Тургенев пишет эти мысли, вкладывая в уста одного из своих героев. Согласен. но, но, с другой стороны, люди, которые были, ну, как мы сейчас сказали, в тусовке и знали, допустим, суждение Ивана Сергеевича и его высказывания, они сразу моментально поняли, ну, то есть, чьи рефлексии здесь изображены. И на Тургенева после выхода вот этого романа «Дым» обрушился просто шквал критики, причем даже со стороны либеральной общественности, к чему он был не готов. Особенно учитывая тот факт, что он действительно тогда львиную долю своего времени проводил в Европе, пройдем через этот прекрасный прекрасный арку с кессонированным потолком, ну, то есть, мы с вами попали по факту в Италию. И направимся к точке, от которой мы будем стартовать другой наш маршрут, посвященный Некрасову. То есть, здесь на самом деле очень ярким образом выкристаллизовалась вся концепция, ну, такая, в случае, радикальная концепция того направления, которое называлось у нас западничество, в пику славанофилы. И вот для Достоевского такая позиция была абсолютно преданетская, потому что Достоевский как раз очень сильно разочаровался, как мы сейчас сказали, в европейских ценностях. Очень сильно разочаровался в либеральных идеях, во всех тех, скажем так, лидеров мнений, как Белинский, Чернышевский и так далее, особенно Белинский. Вот здесь я, кстати, люблю показывать эти сиськи Банштета. Это Людмин Банштет. Видите, как у нее торчат сосочки. Это вот такой нарочитый эротизм той эпохи, когда не было даже еще в обильном посади обезьяну на самокат. Просто трендеция. Я вот как автомобилист и как велосипедист, конечно, смотрю на это с замиранием сердца, ну и с некоторым уж прямо скажем негодованием. Да, и вот там просто выйти скульптуру, у них накидка такая сверху, сверху груди, да, то есть это вот такой очень напряженный эротический эффект возникает от этого. Если бы такое произведение появилось бы сейчас, если бы какой-то там человек опубликовал такие мысли, но только уже написанные привычным нам языком, привычной нами риторики, ему бы сейчас прилетело бы с таким треском, ну, это было бы минимум иногент, абсолютно точно. музыкальный рюкзак. Вот, но в те времена Тургенев, помимо всего прочего, и об этом практически никто не знал, он выполнял миссию по созданию в Европе правильного имиджа России. И, естественно, в Советском Союзе об этом не рассказывали, потому что, ну, как можно, да, он подкупал французских журналистов, он публиковал статьи, соответственно, несмотря на то, что его пытались обвинить в том, что он весь такой-сякой немазанный, он на самом деле для блага России старался на той самой почве, на которой Россия всегда проигрывала, проигрывает, и я, кстати, уверен, будет проигрывать и дальше. Это наш внешний пиар. О чем, собственно, вы можете прекрасно прочитать в одной из моих книг, о чем я скажу чуть позже. Ну, а вот это вот дом, здесь масса мемориальных досок, но нас, конечно, больше интересует вот эта доска, что здесь жил Некрасов, здесь находится его мемориальный музей квартира напротив дом Пашкова, министерства уделов, глядя на который написал свое знаменитое стихотворение у парадного подъезда, и, кстати, хочу сказать, что, возможно, мы там сами рано или поздно окажемся со съемкой, потому что, скорее всего, у нас будет там проект с одной структурой, которая здесь непосредственно заседает. Ну, я там был, там, конечно, сумасшедшие интерьеры, он практически уже полностью отреставрирован, там даже проходит ряд мероприятий, вот, и оно того стоит. Так что, друзья мои, это вам на подумать и на подумать именно о том, как можно по-разному смотреть на классические произведения искусства. Если внимательно их читать, если внимательно смотреть на то, что там написано, ты вдруг выяснишь, что на самом деле страсти горели нешуточные, ну и, конечно же, вся сексуальная подоплека тут же вылезает, просто надо немножечко, даже не между строк прочитать, а, ну, сопоставить те или иные фразы с теми или иными смыслами. Друзья мои, так уж оказалось, что мы с вами, я это не предполагал, но мы зафинишировали с вами вот здесь, возле дома номер 35, вот там вот балкон на третьем этаже, да, вот, дверь одна и окна по левой стороне, это комнаты бывшей коммуналки, где я жил и где я поселил одного из главных героев вот этого романа, собственно, вот на этом балконе он сидит и шмолит палтус, это определенная сигаретка с определенной субстанцией, я, на тот момент уже, здравствуйте, я на тот момент уже был в глубокой завязке, залезьте ко мне на сайт, прочитайте тут последние отзывы, что-то понеслась душа в рай, народ расчухал эту книжку и прямо вот не перестает ее хвалить, хотя это, конечно, очень дебатированное произведение искусств, никакой ни красок, ни другим, боже упаси, никакой образом себя не причисляю, но, тем не менее, книга, написанная больше 20 лет назад, оказалась сейчас актуальной, как никогда. Ну а вот это вот, вот это, это как раз вот про то, как надо правильно обставлять пиар-компании, потому что, ну, куда бы ты ни посмотрел, куда бы ты ни ткнул, ты всегда увидишь одни и те же месседжи, как изображается, что, к чему, зачем, почему и так далее, да, и все время Россиюшка, она, не важно, какая государственная формация, она все время вот в медийном дерьме плескается, ну вот, видите, цивилизованный мир и вот это вот с нагайками, все, тут угнетаемые люди и так далее, и так далее. Это не значит, что этого не было, да, но это не значит, что это было только в России. Ну а как путеводитель несколько сперсов, поставлю, потому что там новая обложка и вот сейчас просто у меня нет физически, а на тот момент, когда выйдет это видео, оно же будет, то есть, это считается уже 5000 тиража ушла, это уже следующий тираж. Экскурсии, я думаю, еще идут, да, на выходных и может быть четверг-пятница, следите за анонсами, и все, что вам нужно знать, все, так сказать, смотри, он больной или как, или что у него? Так вот на самокате нестись, быстрее автомобиля. Ну ладно, да, вся информация вот там внизу по ссылке. Увидимся с вами оффлайн и онлайн. Читайте классику, читайте внимательно. Пока.